Новые возможности для зарубежных инвестиций в Беларусь пришел крупный финансовый институт ЕС. Европейский инвестиционный банк называет главным проводником бизнеса Европы на перспективные рынки, к которым эксперты относят и нашу страну. О новом этапе в развитии отношений Беларуси с этим банком говорили сегодня во Дворце Независимости. Глава государства встретился с вице-президентом финансовой организации. Накануне были подписаны первые соглашения на 160 миллионов евро. В ближайшие годы вложения банка могут составить почти полмиллиарда. Впрочем, гарантия эффективного сотрудничества и конструктивный политический диалог. Как отметил президент, сегодня Европа и западный мир убедились – Беларусь надежный партнер. Что важно, кредитные средства банка направят на проекты, связанные с улучшением жизни беларусов. Это очистка воды, а также строительство инфраструктуры и дорог. Часть средств пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса. Какие еще проекты получат финансирование – подробности у Андрея Лаптенко. Их отличительная особенность – этот банк мало отчитывается о своих проектах, а инвестиции зачастую предпочитает делать не самостоятельно, а в партнерстве с не менее крупными. Неудивительно, что о деятельности банка в Беларуси известно гораздо меньше, чем о других мировых финансовых институтах. Что вовсе не умаляет его влияния – это государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. Потому его оценки напрямую влияют на позицию ЕС. Сегодня Европейский инвестиционный банк – один из главных кредиторов и заемщиков в мире. Его суммарный акционерный капитал – порядка 240 миллиардов евро. Главная миссия банка – это достижение политических и экономических целей Евросоюза. Фактически, банк – это главный проводник для европейского инвестора на новые перспективные рынки, к которым эксперты банка относят сегодня и Беларусь. Отношения с Евросоюзом для нашей страны – приоритет. Много общих целей и интересов – безопасность, экономический рост, защита прав и интересов граждан. Для Восточной Европы сегодняшнего образца актуальнее некуда. Не случайно для нас, находящихся в эпицентре политического противостояния различных сил, например, белорусская инициатива о перезагрузке хельсинского процесса – это наглядное проявление сегодняшней конструктивной позиции. Спокойный, доверительный, неполитизированный диалог с представителями европейского сообщества – те принципы, на которых Беларусь выстраивает отношения с партнерами. Очевидно, что за нашей западной границей не заметить белорусских усилий не могли. Это исторический момент. Мы преодолели немало барьеров, немало было непониманий с двух сторон, особенно с западной стороны. Мне кажется, что сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь – это надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических и финансовых отношений. И ваш визит сегодня, и в развитии его, или в рамках этого визита подписание соглашений с вашим банком об инвестировании в очень важное направление развития нашей страны, свидетельствует о том, что мы преодолели всякие непонимания, недопонимания, и выходим на новый этап сотрудничества. Принятый Евросоюзом вектор на усиление диалога с нашей страной позволил банку в сентябре 2016-го получить соответствующий мандат и предложить официальному Минску подумать над совместными проектами. В 2017-м подписано и ратифицировано рамочное соглашение. Мы тщательно отбираем проекты для инвестирования. И то, что вы помогаете проектам, связанным с нашими людьми, жильем, водоотведением, обеспечением водой, инфраструктурой, дорогами. Это очень важно для нас. Я только могу поблагодарить вас за подобное сотрудничество и то, что вы идете навстречу нам по этим важным социальным проектам. По словам экспертов, таких длинных и комфортных денег сегодня на рынке просто нет. Ставка от 1 до 3% годовых на 25 лет с льготным мораторием на 5 лет. Примерно 80% проектов банка реализуются в госсфере. Ищут большие проекты с минимальной стоимостью около 40 миллионов евро. Впрочем, растет и финансирование коммерческих компаний. Сегодня на займы могут претендовать как крупные госпроекты, так и малый бизнес. Из того, что уже можно занести в актив, накануне в правительстве подписан ряд первых двусторонних кредитных соглашений. В частности, договор о финансировании проекта реконструкция Минской частной станции. Два крупнейших в стране, Белограпромбанк и АСБ Беларусьбанк, привлекут от европейского кредитора средства на цели поддержки частного малого и среднего бизнеса. Первое направление – крупный проект с Минскводоканалом, который повысит качество жизни примерно 2 миллионов человек. Второе направление – поддержка малых и средних предприятий через белорусские банки. Как нам кажется, это поможет создать более 2,5 тысяч рабочих мест. Реконструкция дорог, повышение эффективности энергопользования, проведение научных исследований, создание экологических производств и, наконец, цифровая трансформация – те сферы, которые банк готов финансировать. Всего инвестиции по итогам этого и следующего года могут составить около 420 миллионов евро. Европейский инвестиционный банк, попасть к нему – это уже означает определенный кредит доверия. И в этом плане это для имиджа Беларуси большой шаг вперед. И в целом, но сфера сотрудничества, мне кажется, тоже для Беларуси актуальна. Там в основном крупные инфраструктурные проекты, связанные с охраной окружающей среды, свалки, водоканалы. Это все то, что требует уже, где инфраструктура в основном со времен Советского Союза и сейчас требует существенного обновления. Александр Ступ – опытный политик, дипломат и эффективный финансовый менеджер, был советником экс-председателя Еврокомиссии Романа Проди, депутатствовал в Европарламенте, но большую часть своей блестящей политической карьеры строил себя на родине Финляндии. Пройдя не просто ступеньки к карьерной лестнице, а возглавляя поочередно сразу несколько министерств. Министр иностранных дел, министр по европейским делам и международной торговле Финляндии, министр финансов, наконец глава правительства, лучшего посредника не найти, чтобы усилить двустороннее сотрудничество с Финляндией, страной, которая могла бы стать хорошим союзником в решении задач технологической модернизации, которую ставит перед собой Беларусь. Я бы вас очень попросил, я поручу Министерству иностранных дел в этом плане, чтобы поработать с белорусской стороны, помочь нам установить очень тесные отношения с Финляндией. Это примерно такая же, как Беларусь, страна по территории. Это страна, которая имеет продвинутые технологии, очень современные. Мы хотели бы сотрудничать с Финляндией, и чтобы это сотрудничество было на технологическом уровне. Ну, допустим, лес и переработка древесины. Так, как вы работаете, наверное, в мире никто не работает. И нам хотелось бы по этим и другим направлениям иметь более тесное сотрудничество с Финляндией. Если вы нам поможете, я вам это очень благодарен. Говорили сегодня и о Brexit, о новых вызовах для Евросоюза и о торговых войнах. Все это способно вызвать новый глобальный кризис. Но ведь роль европейского инвестбанка, как крупнейшей международной финансовой структуры, как раз работать вопреки таким циклам. Во всяком случае, в партнерстве с Беларусью банк смотрит вперед. В расширении его деятельности рассматривают вариант открытия офиса в нашей стране. Андрей Лоптенок, Виталий Селявка, Алексей Юнош, агентство теленовостей.